Продолжение следует... Основная мысль, основная идея специй, которые мы употреблять начинаем осенью и зимой, кстати сказать, тоже. Они прекрасно работают, потому что после ваты наступает период капхи, а капха она тоже холодная, ее тоже нужно согревать. И основная идея в специях это согревание, то есть разогрев. И мы должны уменьшить количество холодных замороженных продуктов, уменьшить горький вкус, острый и вяжущий вкус. Те вкусы, которые очень характерны для лета и которые мы больше... Которые охлаждают, да? Которые охлаждают, да. И лучше всего минимизировать употребление охлажденных и сухих продуктов. То есть, например, чипсы совсем не надо есть, да? Осенью это плохо, для нашего иммунитета плохо. Также листовые овощи, мы их не исключаем совсем, но тем не менее мы сокращаем. То есть, мы вводим в свой рацион такие продукты, как тыква, например, или сладкий картофель. Совершенно потрясающее блюдо можно сделать из этих продуктов. Вот осень, например, для меня осень это вот период, когда наступает время приготовления вот этих моих самых любимых блюд. Из тыквы, из яблоком, сквош, то, что называется, как это по-русски? Кабачок. Кабачок такой, это не совсем кабачок, что-то другое. Ну, неважно, мы потом посмотрим, как это по-русски. Ну, такая структура, она такая, да. Да, и все это вместе, особенно добавить туда, вот я люблю кардамон и корицу. Как у нас вообще с корицей осенью? Она сладкая и должно быть, наверное, хорошо. Корица прекрасна, да, она тоже подходит для осени, замечательная. Если мы посмотрим все традиционные американские тыквенные пироги, то корица... Да, они все с корицей, конечно, да, да. Да, и обязательный корица, и обязательный ингредиент такого замечательного напитка, как масала-чай. Да, совершенно замечательный. Да, который тоже очень-очень хорош в осени. Кстати, молоко тоже, как молоко обычно подогревается, но вот в данный период это вообще просто необходимо, да, пить горячее молоко. С медом. Со специями, особенно перед сном, для того, чтобы хорошо спать. Ну, молоко, да, это тоже лекарство, которое необходимо нам. Еще я бы порекомендовала такую добавку аюрведическую, такой тоник, рассайна. Рассайна – это в переводе с санскрита значит омолаживание. Чаванпраш. Это просто, это как бы волшебная формула аюрведы. Он накрепляет иммунитет, да? Да, он накрепляет иммунитет самым лучшим образом, и особенно осенью сейчас у меня вся семья пьет с большим удовольствием, как раз вечером с молоком. Я подогреваю молоко со специями и каждому даю по ложке чаванпраша, для того, чтобы он питает все наши ткани и способствует повышению иммунитета. И это считается, и существует некое, в Пуранах описано, что чаванпраш – это тоник омоложения организма, он способствует омоложению всех органов. Немножко аккуратно надо употреблять чаванпраш людям с капха-конституцией или тех, кого дисбаланс по капхе, потому что он, так сказать, сладкий. У него один из его ингредиентов – это мед, и поэтому он может не способствовать похудению, стройнению. Но, тем не менее, он совсем не вредный. Если проконсультироваться с сервизическим специалистом, то всегда можно подобрать то самое количество чаванпрашек, которые можно употреблять. А тем, у кого есть дисбаланс по капхе, можно употреблять трифолу на ночь. Это вообще тоже один из прекраснейших препаратов. Трифолу – это тоже рассаяно тоник аюрведический, который состоит из трех фруктов индийских, и он способствует… вообще все налаживает в организме. Да, регулирует пищеварение очень хорошо. Да, он очень хорошо регулирует пищеварение. И еще… Еще, да, ашваганда, да, насколько я знаю, которая… Ашваганда прекрасная, да, особенно для мужчин, это трава для мужчин, которая просто, на мой взгляд… Ну, она и для женщин прекрасно работает, да. Она тонизирует, дает силы и вообще серьезно борется с, если можно так сказать, беспокойством вот как раз конституции вата. Да, совершенно верно. И одна из самых значительных, на мой взгляд, рекомендаций, кроме рекомендаций по питанию, это масляный массаж. Да, замечательно. Который нам просто необходимо делать в осеннее время. Так называемый массаж называется абьянга. Это самомассаж. То есть если вам когда-нибудь доведется нашим слушателям побывать в юридической клинике, и вы получите именно как такую, как процедуру массажа, вы… Вы поймете, да, что это такое. Ну, себя не надо, не надо ждать чудес, да, то есть когда это все произойдет, можно самим себя массажировать и делать масляный массаж. Это универсальное средство, которое спасает от дисбаланса дождь. Оно, в принципе, хорошо. Я использую такое масло от Банин, не знаю, вот будет его там, если у нас там видно, то оно для дневного массажа. Очень важно массаж делать в первой половине дня. Многие этого не знают. Перед душем его нужно делать. Не знаю, может ли ты добавить свой собственный секрет? Ну, это не секрет, на самом деле, что я рекомендую обычно сначала использовать щетку или перчатку такую специальную для того, чтобы как убрать верхний слой кожи засохшей, сделать массаж и немножко себя щеточкой поработать с собой. А потом уже, что можно делать, можно прямо в душе делать себе такой массаж, ну, как бы перед самым душем. И просто потом после душа промокнуть себя таким легким полотенцем, как бы не смывать, во всяком случае не смывать это мылом ни в коем случае. И вот это масло останется на коже и будет очень здорово приниматься. Да, именно. Особенно это важно делать осенью, в ад, в период, когда вот сухости очень много. И в воздухе, и везде. И поэтому масло... Можно на самом деле не заморачиваться специальными маслами. В этом нет никакой необходимости. Нужно использовать любое растительное масло. Можно себе попробовать, какое масло больше вам подойдет. Есть некие рекомендации по маслам для каждой души. Для ваты и капхи очень хорошо. Кунжутное масло, оливковое подходит. Для питы прекрасно подходит кокосовое масло. Не забываем про кожу головы. Кожу головы нужно необходимо... Начинаем мы с того, что мы масло втираем в скальп. И пусть это вас не пугает, оно хорошо смывается, особенно если это какие-то легкие масла. Ну, касторка, конечно, тяжело смывается. Но все остальные, как правило, не приносят особого дискомфорта. И масло нужно обязательно подогреть. Это один из важных таких моментов. То есть масло должно быть теплое. Потому что масло по своей природе, оно инертно. Если мы сами женщины, они, как правило, такие слегка ведьмы, слегка шаманки, можно себе сделать свое собственное масло путем прогрева его с какими-нибудь травками, теми же самыми ируидическими травками. Или вот я летом была на Аркаиме, меня научили приготовлению совершенно волшебного масла, которое называют медименно масло. Оливковое масло настаивается на солнце с полынью. И получается вот такое волшебное средство, которое тоже работает как для самомассажа масляного. Ну, начиная со скальпа. И мы идем вниз по телу, до бедра, а потом ноги вверх. И мы стараемся делать самомассаж по ходу лимфы. Это тоже очень важно. То есть мы должны движение к сердцу. Да. Так что вот ну и... Смотрите, дорогая, у тебя есть что-нибудь еще добавить? Так, уважаемые друзья, хочу напомнить нам, что у нас происходит эфир на радиостанции Сангельс. На наших волнах замечательная передача «Женская гостиная». И ее ведущая Рита Борт и Анастасия Хрущинская, а также ваш покорный слуга Владимир Гершанов. Так, передача обо всем интересном, обо всем женском. Впрочем, и мужчинам тоже есть тут чему поучиться. Итак. Спасибо, спасибо за замечательное представление. Вообще-то мы рассчитывали на полчаса сегодня. Я думаю, что мы продолжим в следующий раз для того, чтобы оставить наших радиослушателей вот в каком-то таком небольшом ожидании. И мы, в принципе, можем продолжить на следующей неделе. На следующей неделе, потому что у нас есть еще что сказать об осени. Осень продолжается, и какие цвета хорошо носить осенью, потому что каждый период отличается какими-то своими замечательными цветами, и как относиться к своему внутреннему состоянию, да, и какие органы у нас больше всего подвержены, к какому-то дисбалансу. Да, Настя, я думаю, что у нас есть еще о чем поговорить, поэтому мы продолжим на следующей неделе опять же о дисбалансе вати-доши, о том, как в этот период перейти, сбалансировать себя для того, чтобы чувствовать так же хорошо, как и лето. Я совершенно согласна. Да, тут эта тема очень обширная, очень много о чем есть поговорить, это очень интересно. И единственное, что я хотела сказать, что сейчас нас ожидает затмение в очень скором времени лунное, и если вы хотите делать какие-то очистительные процедуры, начинать монодиеты, например, в Китчере, то прекрасный день для этого – это 28 сентября, начало бывающей луны, сразу после лунного затмения. Да, в связи с этим у нас тут совершенно потрясающее будет мероприятие. Мы объединяем в себе 27-го числа вечером, мы объединяем такой семинар, который будет… мы объединяем астрологию, йогу и целительную такую небольшую медитацию, практику. Вот, если кто-то нас слушает из Чикаго, приходите, пожалуйста, это будет с часу до трех дней, 27 сентября, воскресенье, чтобы как раз подготовиться вот к этому самому полнолунию, которое произойдет 28 сентября. Вот, ну что ж, мы хотим поблагодарить Настю, большое спасибо. Мы обязательно будем постать все рецепты и всю информацию на нашей странице в Facebook. Это SunGate Radio, присоединяйтесь, слушайте и разговаривайте с нами. Вам будет очень приятно услышать, что вы думаете обо всем этом. Задавайте вопросы, если какие-то есть личные вопросы, то можно… я тоже консультирую, как и Рита, и не консультирую через скайп, и буду всегда рада всем помочь. Спасибо. Спасибо, Настя. До свидания. Итак, до свидания, уважаемые друзья. Хочу напомнить, что у нас была передача «Женская гостиная» на волнах радиостанции SunGates. С вами была Рита Борд и наш замечательный консультант и аэровидический специалист Анастасия Хрущинская. Большое спасибо. До новых встреч. До свидания. До свидания.